ну погнали значит во всех моих сборках ты знаешь уже имя пользователя и все это юзов игнорировать это он каждый раз так реагирует на флешку абсолютно четко когда ясно вот что видели на что значит вот у тебя сам образ там и так далее вот получилось что около там 2 гигабайт записано и используется вот очень супер экономно 12 половиной значит что-нибудь ценное тут у тебя есть или нет ценам он тебе вот 100 гигабайт хватит скажем так за глаза и за уши можем даже высчитать так 100 умножить на 1024 это чё там будет 1240 по моему что ли так ну чтобы ровные там было ладно вот пускай значит нажимай на применить остальное мы будем использовать в качестве кладовочки куда-то будет сделаем отдельный раздел и туда ты будешь спокойно скидывать образы созданные систем баком и тогда если даже у тебя полностью полетит как говорится вот этот вот раздел с до 1 ты всегда складовочки это дело сможешь скажем так да а вот с этой неразмеченной областью вот мы сделаем новый мы сделаем не основной ах ты он в расширенный не хочет идти а может сначала вот который стол нужно сделать сначала его нужно со мной взять и потом откроется ну-ка подожди еще раз объясни а смотрите сейчас мы делаем столом гигабайт он уже сделан и мне теперь я хочу теперь вот этот вот раздел сделать новый но я хочу его сделать не основным а я хотел его сделать логическим или расширенным он не дает значит ну что делать нечего так подкачку отключили так но может быть сейчас все таки даст не дает но не дает так не дает по барабану так ломать не строй это все флешка твоя ползает теперь смотри новый extension 4 расширенный добавить вперед применить закрыть игнорировать вот теперь в этом расширенном разделе значит мы с тобой создадим на своб файл а ты уже помнишь 4096 так а вот где мы его подожди давай-ка вот здесь вот напиши да тут курсором встанем вот так и здесь выберем linux swap ну и достаточно вперед нажимая с песней применяй закрывать и вот оставшись игнорировать это вот постоянно флешки такую вещь дают его теперь на неразмеченном разделе форматирую его тоже в extension 4 но это будет твоя скажем большая кладовочка новый новый да все тут у тебя правильно сделан только метка напиши там по английски ты впереди русскую раскладку клавиатура мне не в английскую и напиши дата это данные добавить и применяй закрытие вот значит игнорировать вот получилось 100 гигабайт для linux мин цена мон за глаза и за уши хватит и плюс у тебя великолепная получилась кладовочка на 360 гигабайт там черта вступим можно хранить теперь значит что делаем закрываем gparted открывай system bug на нижней да system copy выбирай раздел sda 1 встань прямо подсветить строку так дальше справа mount point . монтировки да 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 значит ну вот сюда надо нажать зеленую стрелочку все а теперь все как говорится в порядке и нажимаем на кнопочку next значит 21 23 запоминаем нажимаем на старт да мы сейчас вот сюда напишем даже сохранять не будем просто отметим время 10 ну 13 до интернер до особой роли не до ну а как же тут же все настроено все работает вот пока там она пишется вот смотри естественно он не будет у тебя столь быстро работать но практически все программы с нее ты можешь использовать вот сейчас попробуем в интернет заскочить причем вот видишь вот по коночкам хорошо видно как у тебя используется центральный процессор оперативная память ну нажми там на окей по умолчанию сделать google chrome броузера какая разница ну ты там сам потом будешь входить да лёш не надо если просто принцип пока же видишь интернет интернет работает вот это вот не надо дальше офисные программы нет флешка бывает двух типов вот эта флешка ливах то есть после перезагрузки на этой флешке не остается никаких изменений поэтому если ты на флешке работал и создал какой-то там документ или нужную вещичку тебе нужно будет перекинуть ее или закинуть к себе на облако или перекинуть на другой раздел жесткого диска но есть специальные программы которые вот к этому образу моему они приделывают кладовочку там от двух до четырех гигабайт это программа значит называется она юнит бутин она у меня по моему здесь уже установлена сейчас посмотрим так я в английской раскладке так нет ну ее можно поставить из диспетчера программ тут это самая проблем особых нет так что у нас тут ну заряди все изменения исчезли потому что флешка записано в режиме лив то есть после перезагрузки все изменения исчезают она возвращается в свое исходное состояние а вот если бы мы записали бы ее в режиме персистент то изменения которые сделали бы они бы сохранились ну вот она ну вот она ну вот сюда я не смысла нет потому что после перезагрузки изменения исчезнут исчезнут поэтому я тебе просто показал да 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 и то же самое можно у тебя там еще пару гигабайт будет значит 2127 ну что мы четыре минуты ставилась ну да 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 Сейчас с флейхи мы можем посмотреть 7,94 гигабайта использовано. То есть сам образ-то был упакован, занимал там около 2 гигабайт. А распаковался, будьте нате. Итак, значит, я жду твоего звоночка с жесткого диска. И будем дальше уже нюансики поднастраивать. Давай. Громкоговорители. Давай-ка посмотрим здесь. Чуть-чуть сделаем потише. Ну-ка, поговори что-нибудь. Слышно? Да, хорошо слышно и не фонит. Отлично. Так. Ну что, значит, я тебя поздравляю. Сборочку поставили. Вся системная информация у тебя видна. Ну, давай сделаем пару настроек. Значит, файл подкачки подключен, но пока не используется. Вот центральный процессор используется, оперативка у тебя. Так. жесткий диск свободный 87 гигабайт и использована 6.25. Вполне прилично, нормально. Вот. Значит, вот здесь вот нет данных по интернету. Мы сейчас зайдем в комки. вот сюда и зайдем в настройки. И выберем нетворк. У тебя кабельная или без... Альфаи. Альфаи. Так. Единственное, значит, вот данных все равно пока нет. Почему? Потому что иногда бывает пишет в лам один. О. Ну и все нормально. Значит, этот... Этого друга подстроили. Вот это вот мою фиговинку Алекс. Куда-нибудь засунь ее там вправо. А я не могу никуда засунуть. Я не знаю, с ней с ним. Ты смотри. Ну ладно, бог с ней. Если я только это, помните вот эту садик это убрать и потом езжить. Ну, бог с ним. Давай настроим сначала дату и время. Так. Теперь давай значит так. Это погода. Погоду давай, да. Все отлично. А вот это, кстати, что за крестик рядом с погодой. Крестик красный. А, это гидридж? Это я такой поставил штучку, чтобы моментально, чтобы можно было перезагрузиться там. это да, это правильно. Вот. Не нравится, уберешь он, убирается, как говорится, легко. Не, мне наоборот кажется, это не гидриджи. Вот. по этим тут, по виджетам, поползаешь там, посмотришь. Ну, все то же самое, стандарт, но, как говорится, уже. С вами стандарт. Ну, будут проблемы, там, позвонишь, спросишь. Ну, все так у тебя нормально, ну, можно проверочку, значит. Ага. Погоди. не все еще. Значит, я пока сверну окошечко. Давай-ка мы посмотрим, что тут у нас тут такое. Особенностью 17.3 является настраиваемость репозиториев. Вот они. Заводи. То есть, он автоматически подыскивает самые быстрые сервера, с которыми качать обновления. Каким образом? Вот. И вот он тебе сейчас самые быстрые, какие только есть, он эти страны тебе и откинет. Тут надо немножко, конечно, подождать. Ну, ByFly, по-моему, это Белоруссия, да? Да, да. Почему там скорость отбудителька? Ну, это надо подождать. пару минут посмотреть, чтобы все это дело устаканивать. Беларусь, потом поляки идут, чехи сейчас, вон, это самое подтягиваются, немцы. Ну, встаешь на Беларусь и применяешь. Вот и все. Обновляешь кэшик. Закрываем это дело. И вот теперь еще раз, как говорится, последний раз проверяли. всегда можно посмотреть там. А это сейчас, как бы, они всегда будут меняться? Сейчас покажу. В зависимости от того, как ты их настроишь. Они могут меняться каждую минуту, могут каждый час, может каждый день, как тебе нравится. Вот теперь пусть устанавливается. Вот смотри, заводи пароль. Вот идешь сюда. Идешь в настройки. Вот чистоту, пожалуйста. Ах ты, менеджер обновлений просится. Да ради бога. Так, вот это вот, нафиг. Это каждый раз при загрузке выскакивает его приветственное словечко. Не нужно. Ну, пускай. Ставь. Давай. Ну вот. Значит, здесь вот, пожалуйста, часы, дни, секунды там. Понял, да? Здесь, ну, поставь, я не знаю, там 5-10 минут, как тебе нравится. Ну, 5, да. Да. Ну, а здесь все нормально, как говорится, стоит. Сейчас установим обновление и сделаем. тут, значит, две штучки. Первая заставка экранная. Вот. и многие порой пропускают вот эту вот среднюю вкладочку. Вот. Через 10 минут. А не когда. «Привет». И «Привет». Если словечко никогда стоит, то и «Привет». И управление питанием. «Сейчас, сейчас погоди». Сейчас погоди. Значит, давай так. Ну, от батареи там я не знаю, там сколько там это самое. А если от сети, чтобы у тебя и... так ну что обновление значит установлены мы горячие клавиши значит у тебя значит назначены на на громкость значит ну все единственно только по тыкаешь получше поищешь там свой город чтобы он у тебя там совпадал по крайней мере по времени с твоим часовым поиском выбирай любой цвет папочки который тебе нравится дальше значит можешь выбрать вид минка в любой нет проблем именно под себя можно все это дело и поднастроить конечно ну ладно значит я тебя помещаю это самое к себе в помощники как специалиста по горячим клавишам поскольку ты уже и на x-face знаешь как это дело делается и на мин цинамоне ну ладно ну дальше тебе алексей хорошо до свидания добро